До конца 2025 года в республике возведут три комплекса по переработке мусора. Их общая мощность превысит 600 тысяч тонн отходов в год. Какая сегодня в Башкирии ситуация в сфере обращения с ТКО? Узнаемый руководитель регионального отделения Российского экологического общества в республике Светлана Леонтьева. Вы еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, начать хочется с чего? С мнений некоторых экспертов. Значит, по мнению этих самых экспертов, якобы строить заводы, обслуживать эти заводы по переработке отходов на самом деле менее выгодно, чем отвозить отходы, которые производятся на территории, например, нашего региона. Отвозить их куда-то в другие регионы и там уже перерабатывать. Как вы относитесь к такой позиции? Ну, бесспорно, стратегия развития региона это прерогатива качества правительства в отдельности. Но не стоит забывать, у нас замечательный край нефтехимии, нефтехимического производства, причем он у нас идет впереди планеты всей. У нас налажено производство зеленой гранулы, одной из первых производств России, где используют 30% переработанного пластика. И при этом переработанный пластик, тот самый отход, мы возим с Казани, ну, в смысле, с Татарстана, с соседнего региона. Потому что у нас переработки нет. Потому что у нас нет переработки, достаточно хорошей, качественной переработки. Поэтому, ну, конкретно мое мнение, все-таки нужны рабочие места и весь цикл сохранять на территории одного региона и строить такие вот. Но это и рентабельно будет, да, с точки зрения экономики, к примеру? Я думаю, что да. Не надо забывать про логистику. Ну и опять же, экологию не стоит забывать, сколько мы выбросим загрязняющих веществ в атмосферу, пока везем сначала отходы туда, а потом продукт обратно. Ну, как сегодня это происходит, да? Смотрите, вот я уже прочитала, что 600 тысяч тонн отходов в год будет мощность этих комплексов трех. Я правильно понимаю, что этого недостаточно на всех жителей, которые сегодня проживают в нашей республике? Сколько вот в год в среднем один человек выбрасывает? По-моему, 500 килограммов отходов. Да, полтонна отходов. Видим, где-то килограмм в день мы производим, каждый из нас производит. Да, наверное, будет конкретно этих недостаточно. Не стоит забывать, что Башкирия давно работает в этом направлении. И с 2019 года уже открыто порядка, по-моему, 8 сортирующих заводов в настоящий момент. Да, наверное, они такие крупные, они такие замечательные. То есть, то и Мазах на 100 тысяч тонн запущен. Я думаю, что это даст нам возможность приблизиться к заветным цифрам, которые у нас ориентированы на мусорную реформу к 2030 году. И даже, наверное, досрочно их превысить. И потом начнется уже второй этап мусорной реформы после 2030. И как раз после 2030 года во всех регионах либо должны уже появиться, либо начать уже вопрос, должен прорабатываться, по проработке современного экотехнопарка, по глубокой переработке отходов. Это о чем, может быть, идет речь? Потому что в республике у нас тоже уже поручена Минэкология, чтобы они начали уже задумываться об этом. Уже не задумываться, уже разрабатывать этот вопрос. Да, экотехнопарк — это вообще замечательное такое новшество. Может, не новшество. В международном понимании это такой индустриальный центр с хорошо отлаженными взаимодействием материальных ресурсов. То есть отход до одного производства становится сырьем близ стоящего рядом производства. Это информационные ресурсы, опять же, логистика тут же учитывается. С точки зрения глубокой переработки отходов, наверное, не секрет, что в настоящее время 10% буквально от того, что можно было бы переработать, можем это сделать. И поэтому вот эти экотехнопарки как раз ориентированы на то, чтобы извлечь максимальное количество возможных ресурсов из того, что мы сейчас считаем отходами. Ну, а в целом, я вот прочитала, не знаю, верно это или нет, в нашей стране примерно 7% мусора перерабатывается. В настоящий момент, да. В связи с этим, как вы думаете, почему, несмотря на то, что это очень, как мне кажется, как я читала мнение некоторых экспертов, рентабельный бизнес, у нас все равно этот вопрос как-то тяжело идет, долго. Вопрос переработки именно. Основная проблема – это отсутствие современных масштабных и высокотехнологичных комплексов по переработке, по сортировке, в частности, не переработке, даже по сортировке отходов. То есть нет качественного сырья для переработчиков отходов. Уже отсюда начинается проблема. Тот самое сырье, которое мы получаем при сортировке. Сортировка в настоящий момент, ну, в большинстве случаев практически ручная у нас, хотя есть уже такие, ну, очень высокотехнологичные и аппараты, и оборудование. У нас наука, техника далеко вперед шагнула. Вот, и сортировка может быть осуществлена глубокая, достаточно качественная за счет механизмов и новых технологий, скажем так. Вот этих технологичных предприятий по сортировке как раз не хватает. Пока не хватает этих предприятий, пока не хватает, в том числе, переработки, говорят о том, что к 2030 году полигонов мусорных у нас не останется для того, чтобы складировать дальше там отходы. Мне все интересно, а с чем это может быть связано? Почему так говорят, что у нас места не хватает, когда 70% примерно территории нашей страны остаются неосвоенными? То есть о чем идет речь? Не хотят строить новые полигоны, потому что это не экологично или как? Ну, я думаю, что и вы бы не захотели, чтобы 70% территории не освоены, освоили под полигоны. Ну, 70% это много, ну сколько там надо, я не знаю. Но все равно не стоит. По большому счету, у нас в настоящий момент достаточно большое количество России, порядка 5 миллионов гектар, занято отходами, да, то есть теми самыми полигонами. Это еще те, что мы, собственно, знаем, те, что легальные полигоны. Вот, и с учетом тех же цифр, которые вы называли, сколько мы производим мусора каждый год, это на 400 тысяч гектаров увеличивается эти площади. Поэтому с такими темпами, если ничего не предпринимать, мы рискуем... Действительно, остаться без любой территории, освоенной или не освоенной. Да, без стороны. Понятно, так. И еще вопрос. Четыре года уже существует мусорная реформа. Как вы считаете, что было за эти годы реализовано, что можно выделить, какие основные результаты? Ну, я буду говорить про Башкортостан. Я считаю, что у нас тут вполне неплохо реализуется вся эта реформа. Весьма планомерно создан институт рекоператоров, он уже работает. Это замечательно, довольно неплохо, я считаю, что провели работу по выявлению несанкционированных свалок. И в настоящий момент ведутся работы по ликвидации несанкционированных свалок, таких очень крупных. Причем в черте города это шесть объектов. Благовещенск, Сибай, Баймак. Наш Министерство природных ресурсов и экологии постоянно контролирует этот процесс. Причем в сотрудничестве с общественными организациями, в частности, я с Шерфутиновым Данилом Ренатовичем. Сама посещала эти объекты и практически видела, как, собственно, недавние горы мусора с воронами, крысами и ароматами далеко не Франции, да, превращаются весьма-таки уже не пахтущие. То есть там, естественно, выделяются определенные вещества. Но это уже контролируемый процесс. Причем видно технологичные материалы, которые используются для того, чтобы ни подземные грунтовые воды не попустали, загрязняющие вещества, ни воздух, да, летучая часть таблицы Менделеева не выветривалась. Все прикрыто. Причем материалы, интересно, что российские, прямо сама спросила, сказали, да, производители наши. Конечно, качественно продуман отвод. Понятно, да, что мусор при разложении все равно будет выделять определенное количество газов, которые необходимо куда-то надевать. Конечно, хотелось бы, чтобы его ловили. Это же метан, это же тоже ресурс. Но думаю, что на настоящем этапе это тоже здорово. Кстати, Шерфыдинова Данила Иринатовича очень хотелось бы поздравить с назначением. Я думаю, что теперь у него будет гораздо больше возможностей реализовать и проконтролировать все мероприятия, которые проходят в нашей республике. В том числе по этим темам. Скажите, пожалуйста, а вот после уже 2030 года, когда начнется второй этап мусорной реформы, что уже будут воплощать в жизнь? Какие будут мероприятия? Насколько я знаю, по планам полностью перевести отходы в доходы, как говорится. Полностью, на 100%? На 100% планируется использовать, ну, там тоже поэтапно, естественно, сначала на 50% перерабатывать отходы полностью в ресурсы вторичные, да, и дальше довести до 100%. Ну, до 100%. Как в Швеции, да, например, в Швеции там больше 100, 110, они в принципе зарабатывают деньги на том, что ввозят мусор из близлежащих регионов. Как раз возвращаясь к первому вопросу, да, как люди реализуют стратегию развития. У них нету газа, нету нефти, как в нашей богатой стране, да, зарабатывают на мусоре. А еще вот какой вопрос. Еще несколько лет назад, если не ошибаюсь, может быть, 2-3 года назад, говорили о том, что к 2024 году в России начнут отказываться от пластиковой упаковки. У вас по этому поводу есть особая позиция, да, Витя? Есть особая позиция. Я являюсь доцентом кафедры нефтехимии и химической технологии. Это то самое место, где развивают использование и производство новых полимеров. Я считаю, что если сейчас отказаться от пластика, то мы все должны переселиться в пещеры. Есть там деревянные посуды деревянными ложками, да, потому что пластик очень прочно вошел в нашу жизнь. Практически вот все, что нас окружает, то, что на нас одето, то, что мы видим вокруг себя в виде ковров, окон, стекол, это все по большому счету пластика. С точки зрения, что мы не сможем без этого, да? Не сможем и без этого. И более того, пластик является единственным материалом, который можно переработать полностью, причем неоднократно, а многократно. Вот, например, сейчас очень модно внедрять бумажную упаковку, бумажные пакеты. Почему бы и нет? Бумажные пакеты? Ну, у нас в России, в Акерах, отсутствует так хорошо развитое целлюлозо-бумажное производство. И большая часть бумажной, картонной упаковки, она приходит к нам из Китая. Поэтому я думаю, что вряд ли это слишком экологичное решение. Опять же, надо посмотреть, что образуется и выбрасывается в атмосферу при производстве. Сколько воды используется на том же целлюлозо-бумажном производстве. Да, еще тканевые есть, но это тоже отдельный вопрос для обсуждения. Спасибо вам большое, уже многое успели обсудить. Но я думаю, нам надо еще как-нибудь второй раз организовать эфир, тоже на эту тему более глобально обсудить. Спасибо большое, что нашли время для нашего интервью. Я напомню, что гостем нашей студии была руководитель регионального отделения Российского экологического общества в Республике Светлана Леонтьева. Оставайтесь на телеканале «Вся Уфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова